теперь мы связываемся по скайпу до возможность позвонить прямо в донецк прямо позвонить прямо в донецк есть у нас женщина которая согласилась поговорить на тему того что происходит в донецке собственно и вчера и вообще постоянно здравствуйте здравствуйте да мы вас слышим мы сегодня с вами говорили меня зовут наталья снова я с вами приветствую вас скажите пожалуйста вот вчерашняя ситуация которая произошла в центре вашего города в донецке что вы конкретно слышали о том что там произошло потому что достоверной информации о том откуда могли поступить эти выстрелы минометные так сказать и очень сложно найти достоверную информацию потому что пропагандистские сми говорят обвиняют украинскую сторону безусловно наши наши силовики говорят о том что украинские военные воинские части стояли от этой точки в 15 километрах и это было просто невозможно может быть у вас есть какая-то информация но и вообще в принципе расскажите о том да что что говорят ли вот чисто вот как вот такой вот то что это все таки картинка была сделана для российских сми то есть ну как-то вот все так гладенько получается были обстрелы тут же сразу приехали все засняли тут откуда-то сразу появились военнопленные ну это вот одна точка зрения вторая точка зрения что это украинские диверсанты разъезжают по городу они маскируются под мусоровозы в газельки какие-то установки засовывают потом стреляют в центра города и быстренько куда-то исчезают кстати сегодня очень жестко в Донецке по этому поводу рекомендуют никому на улицах не пользоваться самостоятельно телефонами и частенько людей осматривают на предмет ношения оружия у нас летом уже такого было очень часто женщины осматривали искали снайпер шикаренский а насколько реально что украинская диверсионная группа может разъезжать по Донецку так просто может туда попасть украинские солдаты ну значит я скажу вам так неделю назад после поведения пропускного режима я выезжала с мужем на территорию Украины то есть с лежащий город мы проехали очень много плотно стол и туда мы ехали и в этот же день мы уезжали обратно нас не проверили ни с украинской стороны ни со стороны так называемого ДНР ни один блокпост они даже не заходили в автобус то есть мы ехали на рейсовом автобусе на некоторых блокпостах мы только притормаживали водитель автобус ну и все нам никто не интересовался то есть у меня тоже возник вопрос потому что я очень часто летом выезжала и ну хоть какая-то видимость проверки была сейчас не было даже проверок выезжай куда хочешь бери что хочешь привози что хочешь причем в поле обратно но вы продолжаете оставаться в Донецке почему вы не уезжаете из города в котором небезопасно а где сейчас небезопасно расскажите мне хоть один город Украины покажите мне сейчас нет безопасны сейчас во многих других городах Украины на самом деле небезопасно сейчас в Донецке в Луганске там где происходят военные действия открытые там где можно не вернуться домой с работы или из магазина ведь ну Откровенно говоря, слава Богу, пока что такая ситуация далеко не во всех городах. Ведь ни для кого не секрет, что даже и Одесская область, 4000 человек, даже больше приняла летом временных переселенцев. И в принципе этот процесс продолжается. Я знаю, что не только я, в принципе, в украинских СМИ говорилось о том, что из Северодонецка два дня назад люди просто бежали. Особенно вечером было много очень беженцев. Ну, в принципе, из Донецка выехали многие и летом, и этот процесс продолжался. Но сейчас как-то вот мы не особо информированы о том, что там происходит. Как вообще люди относятся к этой ситуации? К тому, что есть такое ощущение, что люди смирились и просто живут в ритме вот этой новой жизни, где есть всегда угроза. Насколько это так? Да, вы совершенно правы. Создаются и люди нормальной жизни. То есть мы как-то себя поддерживаем. Ну, точно так живем, как и все нормальные люди, особенно те, у которых есть работа, да? Ну, не для кого не секрет, что сейчас многие без работы. У кого есть работа, ходят, работают, держатся за эту работу, зубами держатся. И ходят даже в небезопасные районы, понимаете? Донецка все-таки поделен на какие-то там определенные зоны. И я живу в так называемой зеленой зоне, то есть зоне безопасности. Поэтому, в принципе, я себя здесь чувствую, да, некомфортно, но более-менее безопасно. Вы сказали о том, что вы ходите на работу, и зарплату вам выплачивают? Да, я работаю на украинское предприятие. Мы перечисляем налоги в Украину. Мы сдаем отчеты в Украину. Я очень хочу над этим поставить акцесс, потому что в последнее время очень часто говорят, что здесь никто ничего не делает для Украины. Работаю только на ДР и поддерживаю сепаратистов. Работаю я в удаленном доступе, естественно. Я выхожу только по мере неотходимости на улицу. Ну, и зарплату получаю налоги в Украину. Что значит в удаленном доступе имеется в виду? Это таковы правила новой власти, которые в Донецке сейчас? Нет, это чтобы я не ходила на работу. А, понятно. В безопасный район. Я работаю дома в удаленном доступе. А, то есть вот это понятно. То есть вы можете себе позволить работать за компьютером, вести какую-то документацию? То есть вам необходимо находиться на предприятии? А скажите, много таких предприятий, которые работают в Донецке и платят налоги в Украину? Очень много. Я, конечно, в процентном соотношении не скажу. Но если взять на скидку, ну, не знаю, вот в очередях стоим, там какие-то, да, входом в организацию обслуживающие предприятия, забираем отчеты, забираем документацию. Боюсь ошибиться, боюсь, но по ощущениям, ну, процентов 50 это точно, кто не уехал, а остался здесь. И предприятия тоже платят налоги, все как положено, все отчисления? Конечно. А насколько это, ну, небезопасно, что ли? Это опасно. Ну, вот как-то мы, я же, почему говорю, мы создаем иллюзию, что у нас все хорошо, все замечательно, этот кошмар когда-нибудь закончится. А эти выстрелы, эти бабахи, они так, как, в целом просто нашей жизни. Скажите, у вас есть оборудованные бомбоубежища за это время, да, вы оборудовали за это время или, в принципе, они раньше были, потому что, допустим, для нашего города это проблема? Нет, их не было, как, я когда-то давным-давно работала над крупным предприятием, там бомбоубежище, оно еще сохранилось в современном Советского Союза, в принципе, там было бомбоубежище, его поддерживали. А так, в основном, нет. Вот в школе у нас есть бомбоубежище. Оно как не использовалось, как бомбоубежище, оно использовалось, по-моему, под какие-то другие цели, я точно не могу вам сказать. Но сейчас это как бомбоубежище. Скажите, у вас есть дети? Да, моя маленькая девочка. В детский сад ходит ребенок или в школу? В школу, значит, классно. А как вы отправляете ребенка в школу? Ну, как любая мама отвожу ее домой, потом, точнее, привожу в школу, потом добираюсь в школу. Просто есть такое внутреннее ощущение, всегда, когда я читаю о том, что у вас происходит, и думаю о вашем городе, о вашем регионе, это ужасно, когда есть дети, жить в такой огневой точке, потому что, мне кажется, это всегда ты не на 100%, мягко говоря, уверен в том, что с твоим ребенком сейчас. Вот вы его отводите, и это, конечно, ужасно. Мы знаем, есть информация о том, что в Луганской области, вот буквально там вчера, школу просто расстреляли. Это тоже были террористические группировки, потому что украинских войск там нет. И во время урока дети снимали сам процесс урока на телефон, и вот произошел этот трагический случай. Всегда очень страшно думать об этом, и думать о том, что может произойти вот просто в обычный школьный день. Просто хотелось как-то, ну вот... По моим ощущениям, я вывозила ребенка. Ее не было, не так как... Есть работа, я осталась, я ее вывезла, и каждый, вот каждую неделю я к ней приезжала. И ребенок со мной в последнее время прощался со словом, мамочка, я иду еще когда-нибудь, я вижу. Когда за нас все открыли школу, она очень себя плакала, она очень как-то, я думаю. Мы приняли решение, что все не должно. Так спокойнее, на самом деле, когда все вместе. Скажите, все, что касается вообще самого понятия государства, Украины, всего, что мы пытаемся сохранить сейчас, как вы это все ощущаете сейчас там? У вас есть чувство, что о вас думают, молятся, что вы кому-то нужны? Значит, мои личные ощущения. Я всегда очень люблю в жизни на хороших следы. И вот так вот получили осечество, поддержку, очень сильную со стороны знакомства, со стороны... То есть, вы к другим, как-то мы все понимаем, что такое звание, все. Все мне говорят, держитесь, держитесь. Я задаю образ, за что держаться. Потому что поддержки со стороны государств, к сожалению, мы не видим никакой. У нас просто с каждым днем все больше и больше отдаляют от Украины. И делают это правительство. В чем это проявляется? Скажите, в чем это проявляется, то, что вы говорите, что... Потому что территория не контролируется украинскими властями, это понятно, как бы... Сначала... Сначала, ну, не будем о пенсиях, да, это всем давно и весный факт, очень много об этом говорилось. И на украинском телевидении, и на российском. Затем мы отрезали нас от банковской системы. Мы, как народ живучий, все съездили на территорию Украины, перерегистрировались, работали дальше, начали работать дальше. В общем, как-то умудрялись. Теперь ввели пропускной режим. Пропускной режим ввели инструкцию на писарку. Методик нет. Никто ничего об этом не знает. В соцсетях пишут страшные ужастики, разные разговоры. Это, ну, добавляя к любви жителей своей страны, к своей родине. Ну, а теперь еще, как всему прочему, сегодня появился список изгну, что можно выводить с тегурой. Мы под контролем. А не официально эти документы, скажите, или это просто в соцсетях какая-то информация? Потому что мы же понимаем, что мы находимся в такой ситуации, когда любую информацию просто ее перекручивают, специально делают. Вы имеете в виду по пропускам? Да, да, да. Как вам сказать? Вот мне на данный момент сейчас очень нужно попасть там для оформления документов на территорию Украины. Я ехать в ближайшее время не собираюсь, хотя вопрос очень серьезный. Я решила недельку подождать. По одной простой причине. Автобусы разворачивают. Я не буду говорить о том, что я прочла все в частях, это я буду говорить о тех знакомых, которым я звонила и спрашивала, как можно уехать, каким образом. Автобусы разворачивают. Чтобы приехать в пункт выписки пропусков в Великонавосиловку, а это уже территория Украины, нужен пропуск. Понимаете? А на блокпосту без пропуска не пропустят. То есть, грубо говоря, не нужно переехать на территорию Украины для того, чтобы создать документы для выписки пропусков, но это уже территория Украина. А блокпост не имеет права пропускать меня без пунктов. Как я могу, каким образом я могу подать документы? Пишем на сайт из группы. А что? Точно пересылай. Ну, все мы, в основном, можем получить кучу на руку. Понятно. Механизмов нет, но это как всегда. И, ну, я не знаю, есть очень много информации, по крайней мере, я даже вот на украинском телевидении увидела, правда, это называется только Донбасс, показывала бы очень хороший сюжет по пропускам. Но это начали просто зарабатывать деньги. И все. То есть пропуск нужно выписывать за деньги? Нет. Люди, которые более предприимчивые, чем все остальное, зарабатывают на этом начали деньги. Скажите еще, какие настроения? Вот сейчас начались очень-очень такие страшные у вас дни, начиная с 13-го числа, и для нас, и для вас, потому что мы отсюда смотрим, и нам страшно, и волноваха была, и, ну, это страшные события. Ну, то, что касается волновахи, понимаете, это такое тоже, это очень страшный факт, но, как вам сказать, это пропиарено. Вот, как вчера пропиарили остановку на Басу в Донецке российской, вот такое же ощущение, это волноваху только со стороны Украины. Потому что в Донецке обстрел обстановок, остановок общественного транспорта, это уже никому не, никого не уделяет. Это довольно-таки часто происходит. И гибнут люди, и маршрутки обстреливают, и троллейбусы обстреливают. Это ужасно, конечно. На данный момент, вот, в третий день более-менее спокойно, то есть слышны, как мы это называем, бахи, слышны залпы, но не очень далеко. Хорошо, а вот кто стреляет? Кто-то же, как какие-то версии выдвигает, если это происходит часто? Стреляют обе стороны. Стреляют обе стороны, потому что есть знакомые в отельке, на полноте, но со всеми, кому не верить, мы тоже не можем. Ну, безусловно. Есть знакомые в отельке, говорят, да, стреляют от нас, и на Донецке стреляют. А скажите... Это как киевский район, он был обстрелян. Ну, это опять же, я лично не видела, понимаете? Мы не могли выбегать на улицу, бежать здесь народом и спрашивать ключей. Ну, это понятно. А установки, грады и минометы действительно стоят в жилых порталах? Есть? Да, да. Это однозначно, и это началось с августом месяца. То есть, еще в июле, когда зашел стрелку, это было, ну, очень, это дико, это ужасно, а сейчас это посместное везде. У меня возле брата, возле родных стоят в исполнении. Ой, как это все ужасно. Мы вам желаем, держитесь, пожалуйста. И нам бы не хотелось, чтобы вы говорили об Украине и вспоминали только правительство. У нас сегодня... Нет, я же сказала, что люди замечательные, люди хорошие. Мы просто хотим вам сказать, что не нужно думать, что вы забыты. Мы всячески делаем, вот мы как журналисты, даже в маленьком городе Южном ищем возможность сказать о том, что есть в Донецке люди хорошие, и все люди, которые там остались... Да, все они уже, как бы, да, такие... И мы об этом будем говорить постоянно. Слава Богу, у нас есть возможность сегодня не просто говорить об этом, а еще мы с вами связались. Большое вам спасибо, что вы согласились на то, чтобы нам рассказать о ситуации в Донецке. Но самое главное, у нас украинская нация, она возрождается только сейчас. Это тогда, когда у нас есть волонтеры, которые помогают украинской армии. И мы уже сегодня, и эти волонтеры, они не говорят о том, что вот правительство, оно такое-сякое, оно ничего не решает, оно не обеспечивает. И все люди, которые дают сегодня деньги не только для бойцов украинской армии, но тем же беженцам с территории АТО, никто не считает этих денег, и никто сегодня не ставит правительству упрек, потому что придет время, закончится эта война, и с каждого спросится, кто чем в это время занимался. И я думаю, что тогда мы сможем уже об этом говорить громко, и называть имена, и фамилии, и требовать, чтобы те люди, которые в этот период, в страшный период времени наживались на войне, чтобы они были наказаны. Просто вот сейчас украинская нация, она только возрождается. И мы не просто люди, которые живут на определенной территории, мы не просто защищаем свою территорию, мы хотим, чтобы мы жили не просто в мире, а еще и жили в такой стране, чтобы нам не было друг за друга стыдно, и чтобы мы сегодня не говорили о том, что вот правительство нас забыло, оно не будет забывать, потому что мы будем их контролировать. Нам просто нужно это все пережить. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнали Симон.